Лебедяй В калинкоровой обложке С бархатными вставками Зиночка стала Совсем взрослой барышней Мама же первая Написала в этом альбоме На память Милой Зинули от мамы Зиночка так давно Мечтала о таком альбоме Он очень походил на альбом Анны Керн Мечты Зиночки На самом деле Завтра она придет в школу И обязательно даст своей подруге Ефросине Захаровой Что-нибудь написать в своем альбоме А еще обязательно Попросит ее что-нибудь нарисовать Потому что Фриза Захарова Так замечательно рисует А пока Зиночка взяла перышко И написала свою первую запись В новом альбоме Стихотворение Которым обычно такие альбомы И начинались Пишите мне подруги Пишите мне друзья Пишите что хотите Все память для меня На самом деле Дамы Чье взросление пришлось До 70-80-е годы Прошлого века Наверняка помнят Эти стихи Помните Как в школе Мы передавали На переменках тетрадки Куда писали Любимые изречения Куда писали пожелания Друг дружке Передавали тайны Прячь их от мальчишек И очень назывались Такие тетради Альбомами Вообще Слово альбом В переводе с латинского Это памятная книга Такие памятные книги Были в каждой семье Дворянской 18-19 века Они были роскошны На первой странице Обязательно присутствовал Герб Или девиз рода И вели такие альбомы Чаще всего мужчины Там гости семьи Писали свои пожелания Домочадцам Писали какие-то Свои рецепты Которые может быть Хотели Чтобы приготовила Хозяйка Это была целая Альбомная культура Постепенно Прерогатива ведения Таких альбомов Перешла к женщинам А позже К девушкам К барышям Василий Жуковский писал Тот был весьма мудр Кто придумал альбом А Александр Сергеевич Пушкин Ему отвечал Не люблю альбомов модных Тем не менее Это не мешало писать ему В тех самых модных девочках Они были его известны Мне изюм не идет на ум Супер в рот Не лезет в рот Постела мне в него Без тебя душа моя Писал ее в альбоме Анны Керл Вот альбом Зиночки Борисовой Тоже составили По определенным Правильным канонам Потому что считалось Что на первой странице Записей быть не должно совсем Это дурная примета Дальше в этих альбомах Должны были писать родители Потом подруги И самые последние странички Отводились милым друзьям Именно там Молодым девушкам Кавалер писали Как они их любят За что они их ценят Вот Если мы с вами полистаем Альбом Зиночки Борисовой Мы здесь увидим еще и Замечательные рисунки Которые сделала Самая ее любимая И самая верная подруга Ефросиния Или Фриза Как ее называет Зинаида Захарова Сейчас я вам покажу Эти Замечательные рисунки Ну вот Например Это нарисовано Тушью Здесь есть еще рисунки Простым карандашом Есть рисунки Выполненные Акварелью И вы видите Что Странички в этом альбоме Абсолютно разные Есть плотные для рисунков Есть линованные для записи А есть просто вот такие чистые Куда Те, кто пишут Могли Рисовать Какие-то рингетки Или особо красивыми Штилями почерка Писать стихотворения Надо сказать, что В это время Имеется ввиду Восемнадцатый и девятнадцатый век Были барышни Которые назывались Безальбомными Такие барышни Вызывали Насмешки И даже жалость Потому что барышня Которая не имела Вот такой Рукописный альбом Ну считалась Как бы Несовременной Она считалась Синим чурком Постепенно Культура альбомов Рукописных Уходила Из Светских салонов Уходила Из Семейных салонов В школьную среду И постепенно Такие рукописные альбомы Появляются Не только в городах В центральных городах В больших городах Но и в маленьких городках И деревнях Я хотела бы сказать Большое спасибо Семье Никитенко Станиславу Леонидовичу И Ларисе Михайловне Которые поделились С нами Своими семейными Секретами И предоставили нам Совершенно уникальные Экспонаты Из своего Семейного архива Поговорите со своими бабушками Поговорите со своими мамами Наверняка они вам расскажут О себе что-то такое Что будет для вас открытием И вы совсем другими глазами Посмотрите на их юность И на их детство А Зиночка Борисова выросла Вышла замок с Фазелиамида Никитенко И долгое время работала В НИИ имени Мичурина Но это уже совсем другая история Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому